МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Власти обратили внимание бездомного Александра Терехина поместили в Центр адаптации и обещали помочь с восстановлением документов. Два работника областного суда стали жертвами разбойного нападения. Злоумышленник нанес им множественные ножевые ранения. Силовой флешмоб в поддержку казахстанской олимпийской сборной. Карагандинские полицейские спортсмены 10 метров вручную протянули 17-тонный самолет. Карагандинцу Александру Терехину на протяжении нескольких лет приходилось жить в общественном туалете Центрального парка. Однако бомжем он себя не считает. В Центре адаптации Октябрьского района обратили внимание на проблему обездоленного и решили помочь ему в оформлении документов. Александру Борисовичу 57 лет. Последние 4 года он жил в невыносимых условиях. Летом ночевал в общественном туалете парка, где и подрабатывал дворником, зимой в кочегарках. Больше всего боялся скатиться на самое дно. Дядя Саша, так его называют знакомые, никогда не пил, следил за гигиеной, но со здоровьем проблемы есть. Однако это не мешало ему устраиваться, пусть на временную, но работу. Без крова остался из-за пожара, в котором сгорели документы, и без которых он не смог наладить жизнь самостоятельно. И по цонам ходил, и в милицию ходил, но единственный один ответ – нужна прописка. А у меня, как таковых знакомых не было, чтобы у кого-то хотя бы временно прописаться, чтобы я мог удостоверение личности получить. Вот так и все это крутилось до... А кем вы работали до этого? С сафером я почти 30 лет отработал. К счастью, холодный кафель туалета дядя Саша сменил на теплую постель. Недавно решением его проблемы занялись сотрудники Центра адаптации лиц без определенного места жительства. Они узнали о нем в соцсетях. Хотя сам безумно говорит, что ранее обращался Центр с просьбой о помощи, но тогда дело осталось незаконченным. Заместитель Акима города Ирина Любарская обещает, что здесь Александр Борисович будет находиться три месяца. За это время сотрудники Центра решат вопросы с восстановлением документов и, возможно, свяжутся с его родственниками. Этого гражданина мы привезли в Центр. И, в общем-то, сейчас будут предприняты все меры на сегодняшний день. Мы знаем весь пакет документов, о нем информация у нас уже была. Мы знаем, что он получал паспорт старого образца в Ленинском районном отделе внутренних дел. То есть, в принципе, здесь документы мы ему восстановим, удостоверение личности. Он имеет среднее специальное образование, но понимаем, что квалификации, может быть, никакой нет. Мы на сегодняшний день в рамках Дорожной карты занятости 2020 у нас есть возможность его переобучить либо повысить квалификацию, чтобы он имел на руках документ, который позволил ему работать на предприятиях, организациях с учетом выбранной специальности. После его трудоустройства работники Центра будут следить, как сложатся обстоятельства жизни бездомного. Сам Александр Борисович считает, что все, через что ему пришлось пройти, абсолютно заслужено. Несколько лет назад он бросил первую жену с двумя детьми, не нашел счастья и во втором браке. Говорит, если бы ценил свое время жизнь по-настоящему, все сложилось бы иначе. Я семью свою бросил. Вот за это меня, наверное, Бог и наказывает. Семью детей? Двое детей у меня. Дочь старшая Юля, сын Владимир. Они сейчас где? Они в России. Всего в Центре адаптации проживают около 50 человек. Зимой количество постояльцев увеличивается вдвое. Не могут принять здесь только инвалидов и психически нездоровых. Сотрудники Центра говорят, что стараются помогать всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Вот только не все готовы расстаться с беспризорной жизнью, что подтверждает слова бездомного дяди Саши. Таких, как он, в городе сотни, а то и больше. Анна Ишелкарбек, Исламбекоспанов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Брат с сестрой стали жертвами ранее судимого мужчины. Преступление злоумышленник совершил в квартире пострадавших. Как выяснилось позже, пострадавшие – сотрудники областного суда. Подробности выяснял наш корреспондент. 28-летний Айдос Успанов и 33-летняя Зарина Бакирова стали жертвами ранее судимого мужчины. Преступление произошло в ночь с 29 на 30 июля. В квартиру, где проживали сотрудники Карагандинского областного суда, ворвался мужчина. Во время конфликта злоумышленник нанес ножевые ранения обоим. Пресс-секретарь областного суда хорошо знает пострадавших. Успанов Айдос является руководителем отдела администратора судов по Карагандинской области. И Бакирова Зарина является главным специалистом канцелярии специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. Как удалось выяснить, нападавшим оказался бывший муж сотрудницы суда. Пострадавших доставили каретой скорой помощи в областную клиническую больницу Караганды с различными ножевыми ранениями в верхней части туловища, в том числе и сердца. В областную клиническую больницу были доставлены два пациента, это мужчина и женщина. Они сразу же были помещены в реанимацию. У женщины, получается, повреждены сосуды шеи, а у мужчины двусторонние повреждения легких. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В настоящий момент пострадавшие находятся в реанимации. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Свадебный кортедж Карагандинской области поплатился за чрезмерное веселье. В городе Жисказгана штрафовали шесть водителей гелендвагенов. Более десятка гостей свадьбы высунулись из окон автомобилей. Кортедж двигался сразу по всем полосам, включая встречную. Так что остальным приходилось объезжать по обочине. На крыше одного из гелендвагенов была бутылка распитого алкоголя. По данным пресс-службы ДВД Карагандинской области, полиция уже изучила видео и установила личности всех нарушителей. В ходе отработки сотрудниками местной полицейской службы УВД города Жисказган установлены и привлечены к административной ответственности шесть водителей. Троими из них наложен штраф 5 МРП, двоими из них 10 МРП. И один водитель направлен на пересдачу, на знание правил дорожного движения. Уважаемые телезрители, впереди реклама. Не переключайте, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Силовой флешмоб в поддержку казахстанской олимпийской команды. Карагандинские полицейские спортсмены во главе с чемпионом Лондонской Олимпиады Сериком Сапиевым вручную протащили грузовой самолет. По словам олимпийского чемпиона, у нашей сборной есть большие шансы вернуться к медалям. Особенно Серик Сапиев верит в победу боксера Аблайхана Жусупова. Акция в поддержку казахстанской сборной стартовала автопробегом со стадиона «Шахтер». Затем автоколонна проехала по улицам Караганды. Конечным пунктом стал аэропорт Сараарка. Во флешмобе вместе с Сериком Сапиевым участвовали бронзовые призеры Олимпийских игр 2004 года в Афинах, Серки Леуф, Дмитрий Карпов и другие спортсмены, а также полицейские. Мы решили выбрать такую необычную акцию. Почему бы и нет сделать автопробег и толкнуть самолет. Почему бы и нет. Наоборот, это необычно. Аблайхан Жусупов, за него будем болеть. А шанс Аблайхана? Шанс. Ну, я думаю, у него есть все шансы завоевать медаль. А дальше, ну, это уже фортуна, наша подготовка хорошая, чтобы золотую медаль взять. Ну, конечно, есть шансы медаль взять. По словам Сапиева, специальной физической подготовки к силовому флешмобу не было. Ранее он никогда не пробовал делать ничего подобного. Участникам Олимпийских игр Сапиев пожелал удачи и пояснил, что любое начинание – это прежде всего опыт. На взлетно-посадочной полосе аэропорта участников флешмоба уже ждал подготовленный самолет. К шасси привязано несколько тросов. Самолет весит около 17 тонн. Однако спортсмены без труда сдвинули его с места и протащили 10 метров. Формат именно почему самолета, потому что на сегодняшний день эта идея действительно возникла буквально во сне. Такая идея пришла нашему сотруднику, очень такому хорошему, который он этот флешмоб видел во сне. И давайте проработаем. Ну, в принципе, мы поддержали, давайте собрали все, еще раз повторюсь, сообщество. Это реально, действительно была такая идея – поддержать наших спортсменов именно тягой самолета. Участники флешмоба записали видеообращение к олимпийцам. Они пожелали спортсменам возвысить флаг страны над Рио-де-Жанейро и прославить Казахстан. Мы всем спортсменам желаем успехов, побед, чтобы они приехали с медалями и гордо вознесли флаг в Рио. В акции участвовали более 120 человек. В завершении флешмоба они единоклассно проскандировали «Алга, Казахстан». В Караганде продолжается акция «Дорога в школу». 30 учеников средней школы номер 81 получили материальную помощь. Ребятам подарили портфели, тетради, ручки, а также школьную и спортивную форму. На призыв принять участие в акции откликнулось много спонсоров. Конечно, республиканская акция «Дорога в школу» – это очень хорошая акция. Мы как спонсоры поздравили с Новым учебным годом и от нашего имени подарили небольшой подарок. Участие в акции приняли районные и городские отделы образования, неправительственные организации, общественные фонды, предприниматели и меценаты. «Дорога в школу» оказывали такую помощь более 35 миллионов. Это которые были за счет наших сыновей. Плюс еще за счет нашего городского сыновья. Это оказывали такую помощь. В целом около 40 миллионов было оказано помощь. Впервые акция «Дорога в школу» была проведена 8 лет назад. За это время более тысячи спонсоров оказали помощь в виде одежды и школьных принадлежностей на общую сумму 36 миллионов тенге. По мнению организаторов, с каждым годом акция набирает популярность. Желающих помочь становится все больше. Адель Антаева, Жексылык, Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. 7 миллионов тенге за лучшую идею. Такую сумму получит победитель конкурса «Стартап Булашак». Второй сезон, которого начался в Казахстане. Все подробности у Адель Антаевой. Ассоциация «Булашак» совместно с фондом «Дому» объявляет о запуске второго сезона республиканского конкурса бизнес-проектов для начинающих предпринимателей. В конкурсе могут принять участие молодые люди со всего Казахстана в возрасте от 18 до 29 лет. Предусматривается три гранта Ассоциации «Булашак». Целью проекта является поддержка предпринимательских инициатив молодых казахстанцев. Кульмухамед Абдикаликов подробнее рассказал о проекте. Конкурс стартап-проекта предусматривает три гранта от Ассоциации «Булашак». Это за первое место, за его место 7 миллионов тенге за победителей, второе место 6 миллионов тенге и третье место 5 миллионов тенге. Дополнительно еще будет выделяться в размере 15 миллионов тенге программы развития Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан. Перечень документов, они все размещены на сайте фонда «Дому», на сайте Ассоциации «Булашак». Конкурс стартап «Булашак» будет проходить два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия отберет 20 наиболее интересных идей. Их авторы пройдут обучающие семинары и тренинги. На втором этапе выберут 10 лучших проектов. Молодые бизнесмены приступят к разработке бизнес-планов совместно с консультантами и опытными профессионалами. Свой проект «Ади Лет» запустил в Астане две недели назад. Практически 34 экспоната он и его партнеры изготовили самостоятельно. Конкурс бизнес-проектов стартап «Булашак» действительно дает реальную возможность тысячам молодых предпринимателей казахстанских реализовать свои идеи и воплотить их в жизнь. Что касается моей идеи, хотелось бы тоже подробнее рассказать. Это занимательная лаборатория наук «Нейтрон», которая уже открыла двери для гостей и жителей столицы. Это экспериментальная площадка для детей, взрослых, молодежи, где вы можете изучать различные направления науки нестандартными способами, ставить эксперименты, взаимодействовать с интерактивными экспонатами. Стартап «Булашак» решает основные проблемы и страхи, которые стоят перед начинающими предпринимателями. Проект не просто выделяет деньги, он открывает широкие горизонты перед молодыми специалистами, считают организаторы проекта. Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Иозеф Вукушич подал в отставку. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Словацкий специалист был у штурвала команды недолго, всего около семи месяцев. Однако рейтинг футболистов в общекомандном зачете успел изрядно упасть. Сейчас «Шахтер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Иозеф Вукушич занимал должность главного тренера с января, сменив на этом посту Игоря Захаряка. По мнению караганденцев, Вукушич в нынешнем сезоне принес команде всего 4 победы и особо ничем не запомнился. Ранее он возглавлял такие клубы, как немецкий «Райнбах», словакский «Спартак», команду Южной Африки «Кейптаун». В послематчевых конференциях Вукушич вел себя очень сдержанно, был немногословен и почти всегда оправдывался. Потом еще играли, еще и имели моменты. Домашняя команда хорошо работала в защите. И шансы, которые им имели, не получились принести до конца, до гола. Второй тайм тоже хотели еще прибавить, потому что мы потеряли немножко агрессивность в последних моментах. В текущем сезоне «Шахтер» провел 21 игру. В четырех играх «Горняки» одержали победу. Дважды над Акжаиком, над командой Тараза и футболистами Табола. В противовес победам лидирует поражение. Их всего 11. Шесть раз команды сыграли в ничью. Следующая игра команды состоится 7 августа в 15.00 со столичными футболистами. Нового главного тренера «Шахтера» руководство клуба намерено представить на ближайшие пресс-конференции. Айям Амрина, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Акимат Караганды сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ с 22.00 3.00 августа планируется перекрытие участка автодороги по улице Космонавтов от проспекта Бухаржао до улицы Высоковольтная. Движение автобусного маршрута номер 66 будет осуществляться по улице Складская, сообщает власти. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты 1-го Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сауболнистер. Субтитры создавал DimaTorzok